Кольтер Тинбот Кольтер Тинбот Кольтер Тинбот Итак, это электромотоцикл, кроссовый, Кольтер Тинбот Эти мотоциклы делаются на рынок Германии У них есть европейский сертификат качества L1 Давайте пройдемся по внешним параметрам Здесь полноразмерные стоят кроссовые колеса 21 дюйм и 18 дюймов сзади Также есть возможность данного мотоцикла приобретения на шоссейной резине Там будет чуть-чуть меньше по размеру колеса для большей динамики Также можно заказать и с такими, и с такими колесами Это к цене прибавка порядка 10 тысяч рублей Здесь мы видим с вами тормозную систему Спереди двухпоршневой тормоз Здесь перевернутая вилка 37 миллиметров, насколько я помню Дальше, соответственно, по пластику Если ты поближе снимешь Здесь есть вот все нормально по качеству сборки, по пластику Но наклейки мне очень сильно не нравятся То есть не понимаю, почему они сэкономили так на наклейках Потому что все остальное сделано достаточно качественно и приятно смотрится Все-таки наклейки можно было сделать получше Потому что это определяет внешний вид мотоцикла Но я думаю, это не проблема, можно их ободрать, приклеить другие Или вообще без них использовать Черный байк будет тоже очень круто смотреться Здесь мы с этой стороны видим с вами редуктор Даже тут есть масляная ванна Дальше, соответственно, здесь достаточно толстая цепь Пассажирские ножки и то, чего вы, наверное, еще не видели По крайней мере, я раньше не видел Кроссовый мотоцикл с подножками для заднего пассажира И это еще не все Здесь даже есть ручки для заднего пассажира То есть полноценно можно использовать этот мотоцикл на двоих И вдвоем кататься на нем Дальше, соответственно, здесь у нас звезда Защита цепи от грязи Здесь тоже защита Соответственно, чуть ближе мы увидим с вами Посними поближе, пожалуйста, саму цепь Здесь толстая цепь, хорошая, надежная Дополнительная защита амортизатора от попадания грязи В виде такого крыла Здесь вас защищает вот эта область Чтобы вам на спину ничего не летело А здесь, соответственно, защита для самого амортизатора Здесь у нас с вами открытие самого отсека с аккумулятором Куда можно также дополнительно свои вещи положить Чуть позже я покажу И здесь, видимо, это сделано также для того, чтобы прикрепить его на цепь Чтобы его не укатили Я думаю, это проще сделать, прикрепить за раму Так, теперь сзади Соответственно, здесь у нас место для крепления номера Поскольку в Европе, в частности, в Германии Этот мотоцикл необходимо ставить на учет Здесь, соответственно, у нас есть такое место, чтобы прикрепить номер Дальше задний тормоз Однопоршневой И самое интересное Это мотор В данном случае, в данной модификации Это 3 кВт в номинале 5 кВт максимальная мощность Соответственно, нам не нужно ставить этот мотоцикл на учет И у меня есть для вас отличная новость Теперь все последующие мотоциклы За ту же самую сумму Вы будете получать с 5-киловаттным двигателем в номинале И 10 кВт в максимале За ту же самую сумму, сколько стоит и этот мотоцикл А он стоит 199 тысяч рублей То есть у вас будет значительно выше динамика Значительно быстрее, значительно мощнее Но при этом по документам все так же То есть будет делаться амалогация для России Где по документам он будет проходить до 4 кВт Будет прописан также 3 кВт и 45 кВт в час, как и здесь Здесь вы можете это увидеть прямо официально Здесь 3 кВт, 45 кВт в час и максимальная нагрузка С серийным номером со всеми данными L1E Это сертификация данного мотоцикла, что он сертифицирован для Европы Далее, соответственно, что еще Важный момент, это амортизатор Сделан в стандартном виде, как на кроссовых мотоциклах обычно делается И, кстати, на последующих байках, которые будут привозиться То есть это последний такой байк В дальнейших байках будет улучшенная амортизация То есть мы общались с фабрикой По дорожным тестам они улучшили более для пригодности данного байка по езде оффроад Соответственно, байк будет значительно сильно доработан и по двигателю, и по подвеске, и по всем остальным моментам Далее По фаре Давайте посмотрим Я сейчас сразу включу мотоцикл Чтобы мы с вами увидели Так Это у нас с вами габариты Также ближний и дальний свет И противотуманная фара, она работает постоянно Ближний и дальний в этой линзе в основной сделан Мне нравится, красивая оптика сделана Сзади тоже красивая Сейчас я вам покажу Сзади сделана в виде такого кристалла Смотрится очень даже неплохо Здесь подсветка для номера Но в нашем случае в этом нет необходимости Потому что в России не нужно ставить этот мотоцикл на учет Можно его использовать по дорогам общего пользования Он проходит как мопед Для него подходят права B категории или M категории Мне нужно открывать отдельно A категорию Дальше поворотники Поворотники Также аварийка есть на данном байке Так, теперь переходим к следующему моменту Это у нас с вами отличная функция есть Для зарядки телефона Даже 1,2 ампера Так что здесь можно использовать Например, колонку можно себе прицепить Все что угодно Заряжаться и кататься использовать Зарядка и рубильник для отключения питания Здесь у нас с вами есть показатели Уровня заряда батареи Скорость Дальше переключение передач С режим Также есть Драйв и Эко Эконом Три режима езды Соответственно, время У нас сейчас неправильно настроен Пробег Температура на внешней среде на улице Дальше Здесь у нас с вами ближний и дальний свет Поворотники Использование гудок Места для закрепления Зеркал Для того, чтобы по дорогам Общего пользования ездить Соответственно, бачки тормозной жидкости Где можно удалить И постоянно видеть уровень И отключение полностью света И включение света Здесь у нас переключение режимов езды Вот этим И уже включение аварийки Ручка газа И тормоза В принципе По внешним характеристикам Пробежались Давайте я сейчас Коротко расскажу По данному байку Его длина составляет 208 сантиметров То есть 2 метра 8 сантиметров Высота 115 сантиметров Ширину с рулем Где-то Порядка 90 сантиметров Он получается По Техническим характеристикам Батареи Сейчас мы с вами Перейдем Внутрь Для того, чтобы посмотреть Все данные Здесь у нас с вами Багажный отсек Таким движением Снимается Сидение Здесь есть у нас Полностью мануал На английском языке Где все подробно Описано Далее у нас Соответственно Здесь такой Приятный презент Это все ключи Которые необходимы Для обслуживания Данного байка То есть Его можно полностью Разобрать Вот этим набором Здесь у нас с вами Также в комплекте Зеркала лежат Вот такая коробка Здесь у нас с вами Находится аккумулятор Который Закреплен Мне очень понравились Вот эти очень надежные Крепления Которые Поворотом То есть Можно только Отщелкивая Поворачивая Вот эту вещь Отщелкнуть данный Аккумулятор Это позволяет Защитить его От того Чтобы он Начал отходить И начал нагреваться То есть Не будет проблем С нагревом И расплавлением Вот этих розеточек Входов Далее Соответственно Здесь второе Также крепится Абсолютно Мы сейчас Снимаем оба входа С вами И у нас здесь С вами есть Удобная ручка На аккумуляторе Для того Чтобы вы могли Его вытащить И поставить на зарядку Если нет Если нет возможности Этого сделать Прямо На мотоцикле Вы можете Отнести этот аккумулятор Домой И узарядить его Соответственно Таким же движением Мы внутрь Обратно Возвращаем Его на свое место И подключаем Так Аккумулятор В данной комплектации Сейчас здесь 26 ампер 72 вольта Здесь также Есть место Для установки Второго аккумулятора То есть Он в полулежащем состоянии Может вот здесь Также устанавливаться Его можно Либо подключить Прямо здесь Либо заменить Соответственно Поменять местами С этим аккумулятором Это позволит Вам проехать Еще больше Я думаю Пробежались По всем внешним Характеристикам И его данным Прикольный очень Мотоцикл Чисто мое мнение Конечно Еще не видел Никогда Мотоциклов С местом Для второго пассажира Но тем не менее Теперь я видел Все По каким-то Динамическим характеристикам Мы сейчас С вами покатаемся И посмотрим Вот В целом Мне байк нравится Потому что Я думаю Это один из самых Интересных байков Электро Конкретно Электро Байков В кроссовом Варианте В кроссовом Исполнении Достаточно Полноценная Рама Мы не коснулись С вами рамы Очень клевая рама Мне нравится Эта рама Потому что Есть Байк Хоскварна Кроссовый И у него Прямо Очень похожая Рама Сделана Здесь алюминиевая Она Вес байка Всего 100 кг Там 110 кг Примерно Получается За счет Он маневренный На нем Легко делать Слоу-райд Я чуть-чуть Попозже Покажу вам Все В принципе По всем Техническим Характеристикам Пробежались Так что Поехали кататься С вами был Электрон Моторс Подписывайтесь Подписывайтесь На наш канал Если хотите Видеть все Новинки На электротранспорт Мы снимаем Самые новые Самые интересные Актуальные вещи Также приезжайте К нам В наш шоу-рум Будем вместе Проводить с вами Тест-драйв И подберем Для вас Наиболее интересный Самый подходящий Для вас мотоцикл У нас лучшие цены Как я уже говорил Поэтому Подписывайтесь На нас Приезжайте Оставлю контакты По ссылочкам внизу Всем всего доброго И пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok